Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 11 августа, четверг. Сегодня мы поговорим о так называемом контрнаступлении, которое так долго ожидалось на юге Украины. Ну и, естественно, о ударе или непотушенной сигарете на российской авиабазе в САКе. Ну, начнём сначала. Много мне пишут вопросов по поводу того, как же там дела обстоят с контрнаступлением на юге Украины. Некоторые скептики даже говорят, что его нет и не будет, причём приводят такие весомые аргументы, что за последнюю буквально неделю-две российские вооружённые силы ввели туда несколько батальонных тактических групп в составе чуть ли не до 20 тысяч человек, какое же теперь контрнаступление. Ну, так, господа, его можно и проспать, потому что она уже идёт и не один день. Но начнём сначала. Начнём с ситуации до вчерашнего дня. Я сделал компиляцию из уважаемых мной американских аналитиков, которые рассматривали обстановку в связи с открытием второго фронта, предполагаемым открытием второго фронта. Среди них не было единодушия по поводу того, когда это будет сделано, то есть, D-Day, что вот он наступит вот тогда-то, это конкретное число, эту дату. Этого нет. Ну, сейчас я вам пока объясню ход их мыслей. С точки зрения американских аналитиков, по состоянию на вчерашний день шла полная подготовка к контрнаступлению на юге Украины. То есть, активные действия уже начинались, потому что на наступление не начинается с того, что командир вскакивает на коня, вытаскивает шашку и кричит «Ура! Вперёд, товарищи!» и так далее. Контрнаступление и вообще атака, начало войны, как я наблюдал по действиям американцев против Саддама Хусейна, начинается несколько дней. Работает авиация или дальнобойная артиллерия. Это внешне не особо заметно. Там бум-бум, там что-то хлопнуло, здесь взорвалось. Никаких таких особых внешних эффектов вроде бы и не видно. И так проходит 2-3 дня. В это время подавляется радиолокационная станция и ПВО противника. Потом начинаются взрывы посильнее. В это время начинают взрываться штабы, центры коммуникации, инфраструктура. Потом, в следующей волной, взрывы становятся ещё быстрее. То есть, всё ещё сильнее. Это взрываются уже склады боеприпасов. И после того, как это всё сделано, это так, подготовка. То есть, война уже идёт, наступление уже идёт. Но оно просто вот так вот. Не так, как во время Второй мировой войны. Танковыми колоннами, четыре армии, два армейских корпуса, танковых и четыре авиационных армии, наносят удар по всей ширине фронта. Вот примерно так же и происходило до вчерашнего дня подготовка, или уже, можно сказать, начало этой контрнаступательной операции. Что происходило? Ну, самое главное, что Российская Федерация и её командование вооружённых сил, они приняли, они заглотили наживкой о том, что ВСУ будут осуществлять контрнаступление на юге. В этой связи началась серьёзная переброска сил, техники российских вооружённых сил с Востока, то есть, с Донбасса, на юг. Ну, вот, в этой связи были пополнены живой силой российская группировка в Херсоне. Откровенно говоря, я не знаю, почему ВСУ не воспрепятствовали этому при помощи Хеймарсов, полностью раздомбив тот же, те же два Антоновских моста и Каховский мост. Для меня это загадка. Ну, наверное, было, или боеприпасов не подвезли, то есть, заканчивались. Я могу этого допустить вполне, я имею в виду через океан. С другой стороны, может, какая-то в этом задумка есть. Ну, тем не менее. Короче говоря, произошло ослабление вражеской группировки на Востоке Украины за счёт того, что они оттянули значительную часть людей и техники на юг. Для того, чтобы как-то пополнить живую силу на Востоке Украины, начали проводить дополнительную мобилизацию в Луганской области для того, чтобы набрать несколько тысяч человек за счёт, для того, чтобы заменить ими ушедших на юг. А слабла также интенсивность действий агрессора на Востоке Украины. Таким образом, уже по этим действиям, это серьёзное действие со стороны командования вооружённых сил Российской Федерации, то есть, уже было ясно, что идея о контрнаступлении на юге, она фактически работает. Насчёт непосредственного направления главного удара вот в этой контрнаступательной операции среди американских аналитиков не было единого мнения. Ну, большинство считали, что это всё-таки будет Херсон. Хотя и предполагали, что, может быть, Херсон – это просто такая хитрость военная, с целью, с тем, чтобы туда отвезти, чтобы Россия туда отвела максимальное количество возможной живой силы и техники, а удар на самом деле нанести в другом месте. И вполне возможно, это и произошло. Но мы дальше об этом с вами поговорим. Время. Время начала контратаки. То есть, по состоянию на вчерашний день не было специалистов, которые бы говорили, что контрнаступление уже идёт. Время его начало. Некоторые говорили, что это вопрос дней, некоторые говорили недель. Очень редкие говорили, может быть, месяц-два. Но том, что это состоится вот этим летом и осенью, были единодушны практически все. Почему? Почему они считали, что это крайне необходимо? Они считали, что, прежде всего, это крайне необходимо Украине. И руководству Украины, ну и в какой-то степени вооружённым силам, командованием вооружённых сил Украины. Почему? Прежде всего, вопрос номер один – это информация о том, что Российская Федерация готовится провести вот эти фейковые референдумы на временно оккупированных территориях и объявить их то ли независимыми или то ли частью Российской Федерации. Скорее всего, самое опасное – это если их объявят частью Российской Федерации, потому что потом будем говорить, что любое действие ВСУ против теперь вот этих территорий или на этих территориях будет рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию, а там уже ядерный конфликт, ну, как вы знаете, как всегда, эти ядерными причиндалами начнут трясти. Поэтому нужно это сделать как можно быстрее, пока не состоялись эти так называемые референдумы. Кстати, поступила информация к американцам о том, что Москва решила сдвинуть время проведения так называемых референдумов и форму их проведения. Раньше речь шла о том, что это должно состояться где-то 11 сентября. Сейчас это время очень подвижно, могут в любое время, особенно после вчерашнего удара по ССАКИ. Ну и, кроме того, форма проведения референдума. Теперь говорят, что это, возможно, будет проведено онлайн в Херсоне, допустим, и в Херсонской области. А в Запорожской области, возможно, это будет проведено путем обхода по квартирам, по домам. Будут ходить и опрашивать опросы общественного мнения, которые потом, ну, фактически то и другое будет написано на бумаге, это понятно. То есть, вот этот фактор номер один. Второе. Американцы считают, что украинское руководство хочет показать успех, ему нужно успешно, успех на поле боя, причем существенный, для того, чтобы показать западным союзникам о том, что поддержать и укрепить их решимость по полной, максимальной, в возможной степени продолжить, а может еще и, к лучшему, расширить оказание военной помощи и финансовой помощи Украине. И это тоже правильное решение. Об этом говорят и в Америке, что это имеет смысл. И в Европе об этом тоже говорят. Затем считается в Вашингтоне, что это контрнаступление, успешное, естественно, необходимо, и в Украине. Необходимо для народа Украины, необходимо для ВСУ, чтобы поднять боевой дух, настроение, укрепить уверенность в победе после стольких, стольких тяжелых месяцев изнурительных боев, кровопролития. Страна истосковалась по хорошим новостям. Они нужны позарез. И я это чувствую по тем постам, которые вы делаете на моем канале. Я это вижу, насколько устала страна от этой войны. Ну и с военной точки зрения. С военной точки зрения, по мнению американских аналитиков, тут палка о двух концах. С одной стороны, говорят они, хорошо бы подготовиться как следует, хорошо бы еще сделать несколько бригад, укомплектованных американской натовской техникой, укомплектованной личным составом, который тренирован британцами на территории Великобритании, на территории Германии, немцами, американцами в 82-й воздушно-десантной дивизии. Шведы теперь, финны даже выразили свою готовность оказать поддержку. Кстати, у финнов очень хорошая, классная современная армия и очень хорошая боевая подготовка личного состава. Таким образом, с этой точки зрения, чем дальше, тем лучше подготовлены будут вооруженные силы Украины для этого удара, но палка о двух концах, потому что любая пауза будет аналогичным образом использована Российской Федерации для того, чтобы сделать то же самое. У них проблемы еще сильнее с личным составом, с его подготовкой и так далее. Вот буквально сегодня поступила информация о том, что якобы 13 тысяч белорусских военнослужащих выразили готовность воевать на стороне Мордора против Украины. Это позор, конечно. Если это действительно так. Кроме того, перебрасываются какие-то группировки или какие-то силы из Мали, из Сирии, из Лаоса и Узбекистана. Ну, помните, пару дней назад я вам сказал, что вслед за 100 тысячами корейцев, если они приедут, естественно, следующий логический шаг, логичный шаг будет переброска какого-нибудь там спецназа племени Тумбу-Юмбу с копьями. Вот, видимо, они это все и собирают. Организуется так называемый «Черный интернационал изгоев» во главе с Российской Федерацией. Ну вот, то есть, и Украине нужно время на подготовку, на улучшение качества этого контрудара, но и России это тоже нужно для укрепления своей обороны и подготовки для отражения этого удара. Поэтому тут однозначного мнения, сидя на диване и не имея конкретной информации, тут трудно прийти к какому-то однозначному выводу, что лучше, что хуже. Некоторые аналитики сравнивали ситуацию с 1942 годом, когда Америка вступила в войну после Перл-Харбор по полной программе уже, ну и запустила всю свою индустриальную мощь на помощь странам коалиции, антигитлеровской коалиции, ну и которая, в конце концов, и обеспечила победу. Кстати, я вам напомню, я помню ещё в детстве, да даже когда студентом был, смотрел военные фильмы, читал книги о том, как Советскому Союзу отчаянно нужен был второй фронт, а вот эти гады, американцы, никак его не открывали, хотели побольше крови пролить советской. Ну и не знали тогда статистики просто, такая интересная статистика существует, что к началу Первой, Второй мировой войны, то есть к первому сентябрю 1939 года в Соединённых Штатах было меньше ста танков, всего-навсего. Страна морская, у неё был мощный флот, у неё была мощная авиация, особенно бомбардировочная, но для второго фронта нужны танки, менее ста танков, то есть для того, чтобы открывать второй фронт, который Сталин требовал его уже, уже в декабре, уже в начале 1942 года. Так вот, с начала 1942 года американцы только раскрутили их производство этих танков, и в 1942 году они уже выпустили танков больше, чем Германия за всю Вторую мировую войну. То есть нужно было время, для всего нужно время, как не прискорбно иногда. Так вот, значит, многие аналитики считали, что ситуация вот сейчас примерно как 1942 год, когда коалиция сформировалась, она сейчас набирает силы, военно-промышленный комплекс США и других стран НАТО заработал на полную силу, и это ведет к преимуществу Украины и ее союзников. То есть в стратегическом плане это выгодно, все, что сейчас происходит, выгодно для них, для Украины. Хотя скептики отмечали, что не следует воспринимать это преимущество абсолютно, потому что вот это единство, это преимущество, оно базируется на единстве этой антипутлеровской, антимордорской коалиции. И любая трещина там, она может там расширяться и нанести удар по этому единству коалиции. А трещина может возникнуть например в результате выборов, ноябрьские выборы в Соединенных Штатах. Я не верю правда, что это произойдет, но теоретически. Или скажем там выборы в Италии, там ситуация посложнее может быть. Да и в других странах европейских, что может произойти в течение зимы, если она будет очень холодной и очень голодной, тут трудно прогнозировать, хотя в целом прогноз положительный. Вот такая была ситуация. То есть, вроде движение, все пришло в движение и потом замерло в ожидании. Вот как можно было характеризовать ситуацию на вчерашний день. И тут грянули взрывы на авиабазе в САКе. В течение ночи появились, вернее, со вчерашнего второй половины дня в США появились снимки спутниковой этой базы после удара. Можно было лучше оценить ущерб и более что ли экспертно оценить, а что там произошло. Ну, скажем так, до сих пор американские военнослужащие, эксперты, многозвездные генералы, они дипломатично уходят от ответа на вопрос, чем был нанесен удар. Украинская сторона, как вы слышали, значит, сказала, что это была работа спецназа украинского. Российская сторона опять не там покурили, как на крейсере Москва. Ну, что я могу сказать? Значит, на основании анализа, мнения американских специалистов, на основании анализа снимков и вообще того, что произошло, мнение о работе спецназа, наверное, надо отставить в сторону. При всем моем бы желании сказать, что да, это было так, но там видно, что удары нанесли буквально в три места, в конкретных, точечное попадание, это там склады были, то ли с боеприпасами, то ли просто с горючим, которые были просто уничтожены, после этого вот дикое пламя, которое уничтожило всю базу там. Что там было, ничто не поддается восстановлению. Спецназ так не работает, или работает, но только в кино. Насчет покурили, ну, бог им судья, с этим покурили, бог им судья, хотя пора завязывать с этим курением, могли бы запретить. Вообще, какое может быть курение одновременно рядом со складами оружия и горюче-смазочных материалов. Это просто тогда, это армия идиотов, если так раз за разом случается. Возникает тогда вопрос, ну, что же тогда? Потому что Саки расположена в более чем в двухстах километрах от линии фронта, где теоретически могла находиться украинская дальнобойная артиллерия, больше чем двести километров. Но официально американцы не объявляли пока о том, что они поставили Украине так желаемые, настолько желаемые атак МС ракеты с дальностью около трехсот километров. Ну, и в этой ситуации я поступлю дипломатично. Я предположу, что эти три удара точечные с расстояния естественно больше двухсот километров были нанесены святым духом. Вот так примерно, как в свое время было уничтожено Содом и Гаморра, так, наверное, была уничтожена вот эта авиабаза. Что касается американцев, значит, Россия же кричала, не дай бог, по нашей территории будет что-то страшное, а согласно фейковому референдуму, которое Москва устроила в Крыму, это якобы российская территория, как те, кто никто этого не признает. Тут самая главная позиция США, которая заключается в том, что Украина имеет полное право при помощи американского оружия наносить, тут важно, потому что своим оружием Украина имеет право наносить по кому угодно, но когда поставляется иностранное оружие, в частности американское, поставляющая страна говаривает, американцы говорили, ставили определенные рамки, что касается Крыма никаких рамок, это территория Украины, она может доносить там удары, что, видимо, значит, при помощи Святого Духа и было совершено. что произошло? Вот это я бы я вообще считаю, что операция контрудар по большому счету на юге, она началась с тех пор, когда была запущена публично сама идея, что Украина готовится к контрудару. В США это было произошло где-то месяц назад, не меньше. Если вы вспомните, кто регулярно слушает мои передачи, я анонсировал этот контрудар, и причем на юге, а мне еще писали, да вы с ума сошли, какой юг, у нас самый главный восток, я вот анонсировал именно на юге, не менее, чем за месяц, до того. И вот с тех пор, то есть, сначала была брошена эта идея, на которую Россия отреагировала, то есть, не на мою идею, потом эта идея стала более распространенной в американских, в западных средствах массовой информации, потом Зеленский наконец-то дал приказ вообще по этому поводу, вот с тех пор это уже начала работать эта идея, эта операция. А в США это был стратегический прорыв, я бы сказал так, я вам сейчас объясню, почему. Вот мне прислали буквально вчера ссылку на интервью BBC, которую дал господин Корбан. Я близко за ним не наблюдал, но знаю его с 14-го года, не лично. Наблюдал посредством массовой информации за той работой, которую он проводил в 14-м году по организации обороны Днепропетровска. Сейчас Днепра с большим уважением отношусь к его усилиям и эффективности этих усилий, но он там высказывает сомнение, скептицизм по поводу контрнаступления на юге. Я думаю, тут вот в чём проблема. Смотря как понимать контрнаступление, если его понимать с точки зрения опыта Второй мировой войны, то для того, чтобы взять вот эту базу, а это стратегический удар был, я вам сейчас объясню, почему. Это просто как Сталинград, если вы хотите, хотя каждое сравнение историческое с натяжкой, но тем не менее, чрезвычайно важное. Она ломает в корне всё, что до сих пор происходило в военных действиях в Украине. Так вот, во время Второй мировой войны, для того, чтобы нанести удар такого качества, ну, надо была армия, десятки, может быть, сотни бойцов, тысячи танков, сотни самолётов, брали бы высотки, помните эту песню о безымянной высоте, где столько людей погибло, обильно бы была пролита солдатская кровь, было убито бы тысячи людей, в конце концов, взяли бы эту базу, раздолбали её, но тогда не был бы эффект такой, как сейчас, потому что враг тогда тащил бы эту базу и построил её в 500 километрах на запад, на восток, на юг, и пришлось бы ещё эти 500 преодолевать и так далее. Тогда бы это было, да, контрнаступление. А так, тремя ударами, Святого Духа. И что получается? Теперь получается, в Кремле, в руководстве Вооружённых сил Российской Федерации поняли, что практически сейчас вся территория Украины, включая Крым и все оккупированные Россией территории, они находятся в радиусе действия Святого Духа. Сколько мы говорим о Крыме, вот конкретно становимся на Крыме, всё полностью. И теперь, вслед за базой Саки, теперь это может произойти где угодно, в любом населённом пункте, в любой, воинской, против любой воинской части базы, которых понатыкивали орки с 2014 года на территории захваченного Крыма. И что делать в такой ситуации? Потому что открываются поистине безбрежные перспективы. Раньше Мордор, не имея сил, возможности добиваться впечатляющих, сломить Украину путём побед на поле боя, он долбил и продолжает наносить удары по жилым кварталам. Это варварский удар уничтожения, в общем, геноцид, направленный против гражданского населения. Но теперь, в принципе, ВСУ могут отвечать то же самое. Кстати, я вам напомню, Вторая мировая война, случайно, немцы однажды сбросили ночью бомбы по Лондону, а до этого, значит, наносили удары во время воздушной войны только по военным объектам, но однажды вот случайно сбросил один лётчик, попал на город, а не на авиабазу, англичане ответили, тем же и начались удары по всём возрастающей по городам. И это закончилось Дрезденом, Гамбургом, массированными бомбардировками Рура, Берлина и так далее. То есть, в принципе, сейчас открывается такая же перспектива. На каждый обстрел Харькова Украина может отвечать обстрелам Симферополя, я уже не говорю про Севастополь и так далее. Первая перспектива. Дальше, что делать с военными объектами? Вариант первый, забирать к чёртовой матери, эвакуировать, но это же позор, это же позор, который этот крысёныш, загнавшийся в угол, он же не может себе позволить. что тогда окопаться? Что значит окопаться? Этот удар показал, этот удар показал, что хвалённая противовоздушная оборона Российской Федерации бессильно против ударов Святого Духа, потому что эту базу, по мнению американских аналитиков, охраняло два батальона С-400. Помимо этого, помимо С-400, там были ещё всё натыкано средствами радиоэлектронной борьбы, которая должна была сделать эту базу совершенно недоступной. Ну и что? Вот так. То есть, как? Как? Чем укреплять эту противовоздушную оборону? Зарваться в землю, бетонированное сооружение, окей, может быть, это решение, но это долгосрочное, это нужно время, силы, средства, надо людей отвлекать от поля боя, а их нет. То есть, масса вопросов. Третий вопрос, один из самых сложных, поскольку теперь весь Крым в сфере действий артиллерии святого духа, вот эти все склады или базы хранилища горючих, смазочных материалов, затем боезарядов, амуниции, патронов, все это надо отодвигать теперь подальше. И вот посчитали, куда сфера действия, святого духа, то есть, если отодвигать, то это нужно отодвигать до Краснодара. Теперь для России безопасно хранить ближе всего к линии фронта свой боезапас, это в районе Краснодара. Ну, американцы посчитали грузовик с боеприпасами 50 км в час, это если 50 км в час в одну сторону, в другую сторону, для этого надо 26 часов, для того, чтобы грузовик довести до поля боя и вернуться обратно. То есть, это mission impossible, как говорится, да, поэтому, что дальше делать? Будут делать их меньше, будут их как-то так распылять по территории Крыма, и они все равно окажутся уязвимыми. То есть, тут масса страшных, трудно решаемых проблем. И это все сделало вот три удара святого духа, то есть, сделали то, что в годы Второй мировой войны, на что потребовалась бы армия, сотни или тысячи танков и сотни самолетов. Поэтому, вот, может быть, это и хитрость-то состояла в чем? Говорили все о Херсоне, а удар нанесли там, где, в общем-то, я так очень подозреваю, что в Кремле надеялись, что не посмеют по Крыму все-таки святая святых, это же центр, центр силовой мордора, откуда они атаковали юг Украины. Вот где-то, видимо, то есть, как ни крути, но вот мы с вами обсуждали, что для успешной контратаки необходима стратегическая внезапность. То есть, как ни крути, вот она все-таки и есть. Я не думаю, что кто-то ожидал в России, что эта контратака начнется именно против такой мощной, мощного центра на территории Крымского полуострова. Вот в таком замешательстве сейчас находится Кремль, руководство вооруженных сил Российской Федерации и командование тех сил, которые участвуют в этой агрессии. То есть, по сравнению с этими задачами блекнет как-то вот те потуги, которые они предпринимают. 13 тысяч белорусов привлекли. Я думаю, что братья-славяне из Белоруссии все-таки одумаются и остановятся на своей территории, то есть, через линию фронта на территории Белоруссии, потому что, ну, зачем им это? Нужно, тем более, что, вот, правильно американцы говорят, это переломный момент, это зима 42-го года, когда враг вот сейчас будет взят в кольцо в районе Сталинграда и потом покатится обратно. Тем более, обратите внимание, сегодня Министерство обороны Великобритании объявило о поставке новых МЛРС-систем, то ли это ХМ-Хай-Марс, то ли это 270-е, М270-е, еще неизвестно, но все идет в нарастающем. Украинские вооруженные силы продемонстрировали мастерство во владении той техникой, которая им передается, и есть весь смысл расширять масштабы этих поставок. В этой связи в издании Велт в германском было опубликовано мнение специалистов, почему они были, где выражается уверенность в победе Украины. Причем с точки зрения специалистов уверенности, это не какая-нибудь там пропагандистская писулька. Значит, в чем состоят, в чем ход их мыслей состоит? Они обращают внимание, что за пять месяцев большая армия Москвы не смогла провести по-настоящему успешного наступления. И все указывает на то, что она не сможет сделать этого в обозримом будущем. Почему? Потому что вот стратегический вывод. Россия не технически, неорганизационно, не способна на современную войну. Блестящий вывод. А теперь по пунктам. Руководство. Проблема, серьезнейшая проблема руководства. Ну, теперь мы знаем, что Верховный там, и который реально руководит. А были утечки информации, что якобы он руководит чуть ли не до уровня батальонно-технической, тактической группы, что вообще кошмар, конечно. Сам бункерный. Но это все, это провал. Потери российской армии в Украине просто до безобразия огромны. Отсюда деморализация, об этом невера в собственные силы и так далее. До сих пор за пять месяцев войны российские вооруженные силы не добились господства в воздухе. Это факт. Все. Все разговоры, причем Россия, это же единственная, по-моему, страна, у всех нормальных стран есть воздушные, есть военно-воздушные силы. Воздушные силы в США, Великобритании, везде, это единственная страна, в которой не просто воздушные, а воздушные, космические силы. Ну и где они? А господство, завоевание господства в воздухе в современной войне является необходимым, непременным условием победы. Нет господства в воздухе, нет победы, а теперь его вообще не будет. Дальше. Отсутствие точности поражения объектов противника. Пример. Один маленький пример. В течение нескольких минут российский военный самолет кружил над Бахмутом. Он кружил, выбирал цели, чтобы поразить. Выпустил он то ли бомбы управляемые, то ли ракеты. Короче говоря, сделал три залпа. Три ракеты попали в жилой дом, в торговый центр и улицу. А неподалеку стояла военная база, расположена военная база, по которой надо было нанести этот удар. Вот она осталась нетронутой. Вот так воюет военно-космической силы Мордора. Дальше. Не точность. Высокохваленное, высокоточное оружие. Считается, считается, что к настоящему времени Россия израсходовала в Украине около, даже не около, более 300 управляемых, так называемых, высокоточных ракет, что составляет более 60%. Восполнять эти, это высокоточное оружие трудно, потому что и предприятия не работают в полную мощность, и необходимых запчастей, комплектующих для этого нет в связи с эмбарго на поставку новейших технологий в Россию, о чем мы с вами неоднократно говорили. Таким образом, артиллерия из умной превращается в тупую, и отсюда появляются, вот, сообщения были, когда наиболее интенсивные артобстрелы Россия осуществляла на Донбассе, там каждый день страшные цифры выпущенных зарядов сообщались, здесь Дивелт пишет, что считается, что российские орудия на Украине ежедневно выпускают до 60 тысяч снарядов, казалось бы, чудовищно, можно испугать, но тут тоже палка о двух концах, чудовищно, она, страшная сила, но это свидетельство, это их низкой эффективности, ведь для того, чтобы взять, допустим, какой-нибудь населенный пункт нужно поразить стратегические точки в этом пункте, что можно сделать при помощи нескольких, нескольких, допустим, нескольких десятков выстрелов умной артиллерии, умными снарядами, но если это делать тупой артиллерии и глупыми снарядами, то для этого надо десятки тысяч, а это время занимает, то есть, то, что с умным, с умной техникой можно сделать в течение дня, с тупой техникой, это надо делать три недели, а может быть, месяц, за время которого противник имеет право, имеет возможность подготовиться и нанести контрудар, следующее пункт, потеряно слишком много бронетехники, в частности, танков, плохая логистика, но насчет логистики уже говорили, переговорили, в первой фазе войны она вообще никудышняя была, никудышняя, во второй фазе вроде и удалось что-то решить, потому что начали они активнейшие действия неподалеку от своих границ на Донбассе, то есть, в Луганской, в Донецкой областях, ближе тут подвозить им боеприпасы и горючосмазочные материалы, но тут появились у Украины хаймарсы, М-37, и теперь и здесь проблема, а после вчерашнего удара по САКе, и как я вам сообщил, с той проблемой логистики, которая это создала, то это вообще страшная сейчас ситуация у них с логистикой, недостаточная координация взаимодействия между родами войск, это вообще кошмар, в частности, в статье приводится пример современной войны, это то, что делала Турция, показала, как они здесь говорят, в Сирии, в Ливии и на Горном Карабахе, то есть, Анкара продемонстрировала, как нужно воевать сегодня, это интеллектуальное взаимодействие беспилотников, вертолетов, истребителей и пехоты, и где это оно, все в действии вооруженных сил Мордора, этого нет, поэтому и вывод, что Россия не технически, не организационно, не способна выиграть эту войну. Вот на этом, дорогие друзья, я хотел бы закончить это видео, у меня еще есть масса материалов, но я, наверное, буду делать их покороче и, может быть, почаще, как, помните, Ленин говорил, революция, о необходимости, которой говорили большевики, свершилась, но где-то так вот, контрнаступление, о необходимости, которого так много говорили в Украине и через Атлантический океан в Соединенных Штатах Америки, по-моему, началась и начиналась она, как говорят американцы, спектакл, то есть, потрясающе, впечатление, просто потрясающе, то есть, один из, как я вам сказал, одна из причин, почему она нужна была для того, чтобы показать союзникам, да и украинскому народу и вооруженным силам, почему нужно была именно такая впечатляющая, такой впечатляющий удар, да потому, что он просто вдохновляет, вдохновляет всех союзников Украины по антиорковской коалиции, поэтому, дорогие друзья, слава Украине, ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами, желаю вам, дорогие друзья, никогда не терять веру, желаю вам успехов и удачи, до новых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok